Наталья Егошевна, добрый вечер! Да, начали подходить люди. Я очень рада, рада всех видеть, кто в сегодняшний вечер решил посвятить себе, по сути, потому что научиться чему-нибудь ещё новому и полезному – это всегда всё-таки в первую очередь для себя. Чуть-чуть подождём, я хочу спросить всё-таки вот пока Наталья подошла, с какой целью вам хочется научиться записывать себя на видео. Ну, я знаю, что вы в нашем проекте «Английский из чистого листа» и там понятны цели просто для уроков. А ещё, где вам нужно записывать себя на видео так, чтобы где-то выкладывать. вот сейчас, пока мы с вами тут вдвоём ждём остальных, давайте об этом и поговорим. Да, добрый вечер! Я напоминаю, что в эфире Алла Кичаджан, креативный продюсер соцсетей. Здесь будет эфир, часовой мастер-класс мой «Как записывать себя на видео с удовольствием». Группа закрытая, вы можете совершенно спокойно писать, задавать откровенные вопросы и писать ответы на них. Ну, писать ответ я имею в виду на мои вопросы, поскольку вы как раз здесь ни для кого невидимы, если захотите вы просто после эфира потом сотрёте эти свои ответы. Вот. Я вижу, что там у нас ещё пытаются люди присоединиться. Я попрошу, если вот Саша или кто-то меня слышит, или Анна, или кто-то из участников, просто добавьте человека, там, по-моему, есть возможность одобрять, или Лиля может быть. Да. Ну, давайте так, начну я с приключений сегодняшнего дня, поскольку любая, любая видеозапись — это в первую очередь история. Нет истории, Наталья не хочет писать, не хочет раскрывать никакие тайны, но ждём остальных. Вот. Нина пишет, что она не может добавиться. Ага. Жень, можешь принести мне компьютер, пожалуйста, ноутбук? Там надо добавить Нину Шехтер к нашей группе. Вот, видите, люди всё делают в последний момент, а потом я тут должна как-то решать, спасибо, ребёнок дома. Работает он? Ага. Сейчас, секундочку. Прошу прощения. Так. Вот, понимаете, все эфиры всегда, какими бы они ни были запланированными или отрепетированными, это всегда экспромт, это всегда, в общем-то, в какой-то степени, экстрим, да, потому что вот, ну, ты же не знаешь, что сейчас, в общем, тебя ждёт, кто будет не вовремя приходить там и прочее. Я добавила Нину. Так. Оль, привет. Да. Значит, у нас Нина ещё сейчас подойдёт добавится. Вопрос был такой, с какой утилитарной, с практической целью вам нужно научиться записывать себя на видео. Но тут все свои люди, я более-менее представляю, тем не менее, очень важно, чтобы вы даже для себя сформулировали вот там, один, два, три. Нужно для этого, для этого, для этого. Вот смотрите, у меня наклоняется телефон, то есть чтобы вообще ничего не происходило в эфирах, это невозможно. Ну, сейчас у меня клонится, значит, может упасть, потому что перед самым эфиром у меня отклеился держатель на телефоне. И это всё как раз вот самое классное, что что-то такое происходит нестандартное, значит, всё хорошо. То есть всё как по маслу, то что-то, то скорее всего в середине эфира он просто разъединится и полетит. Да, вот привет, рад тебя видеть. Надеюсь, что Нина тоже уже нашла нас и тоже смотрит. Вот. Аня, кстати, тоже должна прийти и посмотреть на то, о чём мы тут говорим. Я в первую очередь обещала, конечно, для тех, кто занимается английским, сделать такой эфир, но по ходу пьесы возникло такое количество вопросов от людей, которые хотят записывать эфиры и для, ну, не обязательно эфиры, да, видео для самопрезентации, видео для продвижения и видео для обучения. Поэтому я абсолютно исключаю тех, кто хочет записывать там свои вебинары и чему-то учить через прямые эфиры, потому что... Так, вот я хочу сейчас прочитать. Ага. Потому что если вы хотите делать вебинары, то это нужно желать наделать на вебинарной платформе и там изучать всякие тонкости. Мы тоже пытаемся это делать и так же, как и вы, там немножко тыкаемся. Это совершенно другой формат, да. И сегодня речь не будет идти о том, как там показывать скрины экранов и как технически делать там всякие себе там на хромаке и задники правильные и прочие. Двига, привет. Так. Хочу использовать, Наталья Егошина пишет, для обучения языку и самопрезентации. Оценить себя со стороны, репетировать выступления на рабочих встречах. Вот. Отлично. Я по ходу эфира буду на этот вопрос всё время отвечать, по сути, да. Как это сделать. И давайте я начну просто с нескольких историй. Пока вас не было здесь, вот тех, кто ещё подходит, я пообещала уже, что начну с истории сегодняшнего дня. Понимаете? Истории сегодняшнего дня, они всегда просятся на язык, чтобы их рассказать. И если вам хочется рассказать хотя бы одному человеку в мире, хоть по телефону, по видеосвязи, что-то может показать, там вы купили, или поделиться чем-то, что с вами произошло, это всегда, вот скажите мне, вот эти вот надписи, они видны прямо на моём лице, то есть закрыто ли я надписями. Я буду их отодвигать периодически, когда вы будете задавать вопросы, я надеюсь, что я увижу их. Если вы хотите хотя бы с одним человеком поделиться, либо вы не можете остановиться и продолжаете обсуждать что-то с собой, ну, я вообще не имею в виду непродуктивные мысли, да. Я имею в виду всё же, что вы обсуждаете что-то, что вам нужно сделать, что вы пока не знаете как, или что-то с вами случилось, и вы это перевариваете, ну, в позитивном всё-таки ключе, без истерики, да, потому что из истерики хотя и рождаются стихии, ну, как-то вот самопрезентации не рождаются, тут бы всё немножко поспокойнее. И сегодня, ну, первое, что произошло, это у меня отвалился, отвалился крепитель к телефону. Я его закрепляю, если бы мне сказали, что я буду вести прямой эфир вот так, с вертикальным экраном, я бы ещё там полгода назад всех убила, потому что я кричу, делайте горизонтально, Facebook не показывает вертикально. Сейчас всё изменилось, сейчас тенденция к Stories, тенденция объединения с Инстаграмом, всё, вот мы поставили вертикально, насколько можно, и чуть-чуть кривовато, ну, там вот из-за кнопочки. Вот, если вы вообще перфекционист, ну, я вам сейчас покажу, сейчас вам покажу вот эту вот установку, просто же вы все видели. Вот, вот эта лампа такая, ну, я не знаю, там она светодиодная, что ли, люминесцентная, это загадка вообще, но она называется лампа для стриминга и профессионального селфи, да. Вот, ну, это более-менее свет такой, который вот у меня здесь, у меня это его побольше, конечно, света. Ну, и то мне бы сказали, у тебя тени там на лице, всё. Ну, кто очень любит себя красиво, сейчас к лицу ещё дойдём. Вот, тот, кто любит себя красиво, ну, вот этот свет там, ну, настраивается где-то сзади, вот камера здесь, это всё двигается, крепится куда угодно, в принципе, к любому там столу, полке, и, и вот здесь вот управляется там белый, жёлтый свет, какой вы любите. Ну, и, собственно, это USB лампа, да, поэтому, конечно, там носить сильно её куда-то далеко, она достаточно тяжеловата, но что-то такое надо иметь, чтобы всё-таки, ребят, вот эта линия, это неправильно, всё, всё вам скажут, что это классически неправильно, но, понимаете, у нас нет задачи там перфекционистки всё сделать, надо просто чуть-чуть понимать, да, что камера должна быть, я уже два слова про технические моменты скажу, камера должна быть на расстоянии где-то 70 сантиметров от глаз, ну, потом, вы смотрите по комфорту, понимаете, там, вот, двинулись, придвинулись, присмотрелись к себе, кто смотрится в зеркало, тем легче, я смотрюсь только в камеру, иногда, вот, это все замечают, начинают чуть-чуть причесываться, что, вот, в зеркало-то не посмотрел перед этим, а камера это моё первое зеркало, но, тем не менее, у меня абсолютно расфокусированный взгляд, если честно, я не вижу себя во время эфира, и это, хотя в очках, хотя я читаю то, что вы пишете, но я не вижу себя, и правило номер один, тот, кто вообще любит записывать всё по пунктам, это забыть о себе. Первое, что нужно сделать для того, чтобы вообще что-нибудь записать, это перестать думать о себе, ну, вот, казалось бы, парадокс, да, всё равно надо одеться, ну, как-то одеться, там, вот, дети мне выдали пиджак, там, какой-то из шкафа, это мне очень трудно одеваться, ну, кто-то любит, и там оденься, накраситься, да, и как-то, что люди, то же самое, что выйти в свет. Тем не менее, при всём при этом, забыть о себе, о чём нужно помнить, и это тоже пункт два. Я разложу по полкам всё, что вообще раскладывается, включая контент после того, как я скажу какие-то технические моменты, я помню про обещанную историю. Поскольку я, как, когда начинаю эфир, это работа всё равно, так называемый, да, это особое состояние, и всё-таки я доверяю себе, и призываю вас тоже доверять к себе, как идёт. Это длинный формат, да, это не короткий, а про короткий, мы поговорим, как с ними справляться, для того, чтобы вот там не вылезать за хронометраж и прочее. Вот, то есть здесь ориентир такой. Интересно вам, интересно всем остальным. Всё, никакого критерия, общих правил, понимаете, вы откроете, и там будет много-много большой список, бывает до ста, ну, люди сейчас любят там три, пять, семь, и они вам напишут, что нужно сделать. Пока вы дойдёте до последнего пункта, у вас уже голова закрошусь, вы не будете понимать, что делать. Ориентируйтесь только на себя. Вся, вот это вот призывы думать о целевой аудитории, сначала изучить целевую аудиторию, делать только то, что заигрывать с ней, по сути. Понимаете, это, как и с людьми, не очень работает. Ну, если я вам скажу, что в математике я пишу про любовь и про английский процентов на, там, пятьдесят, и все рады, что я об этом пишу, и никто даже не замечает, что это про математику, то просто я обычно там пишу как-нибудь подводку. О, там, или говорю, кажется, комбинаторика, английский через комбинаторику. И так они услышали знакомое слово. Понимаете, целевая аудитория, понятие очень-очень размыто в социальных сетях, особенно если вы делаете что-то для своего аккаунта, у вас там разные люди, и у вас задача как в телевизоре. Несмотря на то, что они там рейтинги мерят и все, они, тем не менее, ориентируются на то, что нравится большинству, так называемой general public, да, вот этой широкой аудитории. Все-таки я, простите, я оттуда из СМИ, да, и тем не менее, совсем забыть это невозможно, потому что мы находимся внутри социальных медиа. История популярности, к самопрезентации. Чтобы сделать самопрезентацию, нужно, нельзя рассказывать, сейчас вам сначала самопрезентация, которую нельзя, нельзя. Вот сейчас я вам это продемонстрирую. Здравствуйте, меня зовут Алла Кичиджан, спасибо, что пришли. Я автор проекта «Соцсетика как открытый университет». Мы создали группу «Математика великая и ужасная», мы создали группу «Гения общения», по этим проектам написаны книги, по проекту «Английский из чистого листа» сделан самоучитель английского языка. Все, вы уже, я говорю, секунд 20, но вы уже вообще ушли, да, нельзя. Что, как вытягивать самопрезентации, для того, чтобы это не выглядело либо перечислением ваших регалий, либо, ну, просто, там, хвастовством, да. Ну, это всегда будет хвастовством, что, если вы хотите о себе рассказывать, всегда хорошее расскажете. Ну, например, самой лучшей из моей выдумкой последних, последнего времени, и просто возьмите на вооружение. Ну, это, опять же, и правило. То есть, нужно отступить от себя. То есть, не к себе, не на себя. То, что я сейчас вам продемонстрировала, это всё только о себе любимом. Для того, чтобы... Вы, конечно, о себе, но люди думали, что это всё, в общем, просто интересно и просто хочется это слушать, то вот такая у меня была самопрезентация. Представьте себе, если бы я не написала, что это самопрезентация, все бы идентифицировали это как историю. Мы были на Садовом с Юлией Захир, обсуждали проект, как раз эту поездку. Она сейчас курирует в Израиль 23 февраля. И тоже мы не говорили о самопрезентации. Она говорит, ну вот ты можешь идентифицировать себя хоть как-то. Это вообще очень трудно, да, что занимаешься кучей всего. И вот как вам себя идентифицировать? Наверняка вам нравится какой-то похожий на вас человек. Я не имею в виду похожий, похожий там внешний, а человек, который вот у вас вызывает бурю эмоций, удивления, которого, на которого, может быть, хочется быть где-то похожим, но даже вы сами от себя это скрываете. Или тип каких-то людей у вас вызывает удивление. И вот на этом была построена такая самопрезентация. Я сказала, знаете, почему я люблю Андрея Курпатова? Потому что он определил меня, для меня самой. Вот Сальвадору Дали когда-то пришли и заказали ему сделать флакон, формат для флакона дуков, новый флакон. Он такой всё забросил, естественно, забыл, как творческий человек. Потом приехали те же люди, заказчики, и говорят, собирайся, сейчас презентация, идём, показывать, что ты там навыдумывал. И тогда в лифте Сальвадор Дали ну ни сном, ни духом, там запахнул свой халат, и они едут в лифте, и уже там вот должна встречать восторженная толпа, а у него ни одной идеи. И он в лифте выкручивает лампочку и показывает эту лампочку. И до сих пор формат таких духов очень популярен. А что, собственно, произошло, что вообще он сделал? Он, это, вот такое мышление присуще мне, потому что я, мне нужно прижать к стенке, чтобы я что-то выдала, это будет мгновенно, и то, как я к этому пришла, будет совершенно непонятно ни мне, ни окружающим. Ну, вот такой портрет, мини-портрет, который я обрисовала для себя. Уместился он там, ну, я сейчас пересказывала, а пересказывать всегда неинтересно. Ну, когда я первый раз записывала, это было секунд сорок, может быть, по крайней мере, не больше минуты. Никогда в первых видео не делайте ничего больше минуты. Всё, любые презентации, любые видео, любые, делаются только по ключевым словам. У вас, первое, должно быть состояние правильное. Это то, хотите в нашем английском начинайте слушать голос Анны Кантер, да, и дышать животом, и опускать, как бы, опускать дыхание. Хотите, сделайте, ну, любую практику, которую вы умеете, да, Но, самое важное, это состояние, которому, которому свойственно, в том числе, речевое дыхание. То есть, вы ничего не скажете, ничего не произнесёте. И сегодня вот Олег перед эфиром буквально у меня спрашивал, я говорю, покажи, как ты читаешь. Он прочёл какие-то стихи, а у него, знаете, звук не идёт. Это вот, звук как картошка, да, в нём нет объёма, ничего в нём, он просто читает, а там ничего не слышно. И вот, чтобы, вы понимаете, хотя расстояния между нами нет, это всего один клик, но чтобы тут шло в камеру, это вообще, ну, достаточно много должно быть, совсем вот отвлечёмся, звуковая волна. Это просто, да, вот то, что называют там импульсом, энергией, чем угодно, но мне это проще называть, как звуковая волна. То есть, вы должны вот это вот дыхание своё открыть, чтобы там, с той стороны, вас услышали. в общем-то, не так важно, чтобы за вами смогли повторить, потому что сети, это впечатление. Вас должны запомнить, вас должны, это Нина Зверева говорит, там, да, вот есть Наталья Егошина, она любит Нину Зверева, мы тоже её нежно любим, потому что и Оля Уланова, потому что учились у неё. Вот, но это, понимаете, добраться по ту сторону экрана, это как всё время находиться в многомерном пространстве, быть и там, и здесь, и достаточно такая вот серьёзная первоначальная путаница. Почему? Потому что вы хотите говорить это то ли одному человеку, которого представляете вместо экрана, то ли публике за экраном. А секрет тут очень простой. Это тоже правило, я их не нумерую, потому что, ну, они ненумеруемые. Это тоже правило. Говорите с экраном, с мобильником. Вот это вот, якобы неодушевлённая штуковина, на самом деле, для вашего мозга абсолютным является тем же человеком, вот назовём это человеком, как если бы перед вами стоял реальный абсолютно человек. Вот ещё и Любовь Крошенника, пришла, сейчас секундочку, я её добавлю. Видите, люди немножечко вот припозднились, а я тут сегодня и дежурная по эфиру одна, так что прошу прощения, сейчас я её добавлю. Так. Любовь Крошенникова. Она очень известный московский тьютер, такой подвижник. Да, вот, всё, есть. Хорошком, тут ребёнок принёс. Вот. Так вот, про пробивание туда, про то, кто перед вами. подружиться с экраном, ну, это примерно то же самое, что подружиться со своим мозгом, понимаете. Договориться с экраном, так же, как договориться со своим мозгом. Сегодня вопрос перед эфиром был. Почему я выступаю на публике? Аудитория огромная. И энергообмен идёт мощный, я всё вот прям ловлю волну на ней, вот как на сёрфинге, и всё у меня классно. А сажусь перед экраном, у меня всё сворачивается. Недостаточно уважительное отношение к экрану, к мобильнику, вообще к любому устройству, на которое вы пишете, приводит к тому, что он не хочет с вами говорить. Ну, вот, считайте это такой сказочной фантастикой будущего, да, технологическим таким, не знаю, трюком. Но, тем не менее, это не неодушевлённый предмет. Если вообще углубляться чуть-чуть там дальше в психологию, то в нейрофизиологию, то в дефолт-системе мозга любые люди являются всего лишь объектами, да, там, не знаю, кто как их называет, называют интеллектуальными объектами. И точно таким же наша книжка про математику, мой телефон, лампа, которая стоит здесь, компьютер, за которым всё время тянусь, это всё интеллектуальные объекты. И для головы, и маячки, и так же вы, не обижайтесь, из вас это всё с точком в многомерном пространстве. Не лучше, и не хуже. И поэтому отношение, что вы кому-то, а тогда непонятно кому, себе, ну, вроде бы вы уже себе там в голове всё сказали. Аудитории, ну, нет её, нет, вот ищите, нет, сколько не представляете, так не получается. Полчаса вообще все бы могли мгновенно открыть рот и говорить сразу экспромт вообще обо всём. Не получается. Тогда нужно просто принять это как данность. Если вы хотите дружить с устройством, на которое вы пишете, вы с ним просто дружите, он у вас человек, вот, пойдём чаю попьём, говорите с ним, как с человеком. договаривайтесь, просите всё употреблять обо всём олицетворением. То есть это не метафора, это просто стопроцентное олицетворение, на которое вы пишете очень большой секрет. Мало кто об этом вообще говорит, потому что так не верится в это. Пока не начнёте. Почувствовать надо как человека. Человека, человеку рознь, да. кто-то рядом кто значимый, кому вы хотите нравиться, с кем вам хочется говорить. Вот так это работает по большому счёту, в такой большой схеме. Ну, составные части сначала психологического состояния, вашего особого состояния, в котором пишутся видео и в котором получается видео. Первое это дыхание. Даже если вы вообще не знаете, о чём вы будете говорить. Я вообще сажусь перед камерой, я очень-очень отдалённо у меня может быть одно ключевое... Так, вы меня видите, слышите, напишите, пожалуйста, потому что похоже я исчезала на какие-то там мгновения. Вот, есть у меня ключевые слова. Я по этим... Я сажусь перед камерой, представлениями, о чём я буду говорить. Вот поверьте мне, если бы я знала заранее, о чём я буду говорить, наверное, мне бы стало самой с собой неинтересно и моему телефону со мной тоже, и я бы ничего не сказала. Ну, поскольку я... Только проклёвывается у меня слово. Что в дальнейшем это слово ключевое, оно подгружает тебе форматы. Какой формат для вас, чтобы записать что угодно? От презентации до, не знаю, то, как вы готовите омлет по-английски или то, как вы просто разговариваете, не знаю, там, воспроизводите диалоги в ресторане, если кому-то... кто-то хочет по-английски записывать, да, ну, и если кто-то хочет вам презентацию на английском сделать, да, или рассказать про свои цели, вот как у нас было в курсе, что угодно, то есть всегда формат, да, сначала говорите кто вы, потом говорите о чем вы, а потом делаете так называемую отводку журналистики, это вот что дальше будет, анонс либо заключение. И кроме этого не существует ничего. Я сейчас вам просто покажу на примере, который я... вот я сейчас стала делать серию передач How to like Facebook и я вам покажу из чего это состоит, и вы поймете, отдельно просто и всем доступно. Не связано никак с тем, что вы боитесь или не хотите или не знаете почему не можете и там и прочее, и прочее. А как только у вас есть в голове формат, из чего это состоит, вам больше не надо думать. То есть это понимание формата освобождает вас в общем-то от мышления. Мышление это самое трудное. Видеозаписи, особенно которые вы хотите демонстрировать для широкой публики, внутри них не нужно думать, потому что они состоят вся из форматов и очень коротких фраз. Сначала кто вы? видно меня, слышно? Как-то реагируете потому что я так, 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 любовь, да, привет, я тут еще не видела эти комментарии, просто их смахиваю, чтобы мне было видно меня и вас. Периодически что-то падает сеть, но это бывает, это, друзья, интернет, да? И вот из чего это состоит? Кто вы, да? Ну, нужно точно сказать, кто вы. То есть, там, Оля Уланова скажет, я лайф-коуч, Любовь Крашенинникова скажет, что я там передовой тьютор, ну, там, как она еще себя назовет, там, кандидат наук. То есть, нужно сказать, кто вы, потому что тот, кто вас будет смотреть, он еще не обязан знать, кто вы, поэтому надо сказать просто коротко, кто вы, я говорю, я креативный продюсер социальных сетей. Все. Вот это, вот смотрите, это первая строчка. И больше ничего не надо. Вот главное, это как Аня говорит, порядок в сумочке навести. Вот. Второе, это основная часть. И вот смотрите, что делают блогеры, что немножко даже смешно, смешно, потому что люди делают 25 советов, там, как, каких-либо лайфхаков, да, там, как заезжать шнурки. Они делают 25, все знают правила трех, что больше трех никто не запоминает, а вообще-то сейчас в формате 15 секунд, а сейчас формат сториз 15 секунд, и вообще никуда из этого формата. Если вы хотите вот вообще популярности, да, то в Инстаграм, в Фейсбук формат сториз, все, вот ваш прямой путь. Больше ничего делать не надо, просто можно даже, можно вообще не писать посты, можно только сториз, они будут дублироваться здесь у вас в ленте, и все, и вы будете на этом выезжать. Ну, если смотря какая у вас задача, если учиться, да, я сейчас говорю о том, как сделать универсально любое абсолютно видео безболезненно для себя, без всякого кипиша, да, без всякого там мучения, себя и насилия, и без того, что я должен придумать какой-то сюжет, а у меня ни одной мысли, ни одной идеи, вообще какой-то идиот, ну, пойду, заплачу резервы, режиссером, сценаристом, может мне там что-то гениальное придумать. Друзья мои, ну не придумают, ну вы самый лучший в соцсетях для себя режиссер, и вообще уж там перейдем дальше к тому, как что-то выучить, да, с помощью видео, сейчас говорю все-таки о том, как сделать то, что можно показать в социальных сетях, и то, за что будет вот не стыдно и приятно смотреть на себя и на других. И, кстати, про коррекцию я тоже скажу, я помню прекрасный вопрос Натальи Гошиной. Итак, вторая часть. Вот этих у них 25 советов, или даже 3 совета, а мы берем 1. Не хотят нас все время показывать непрерывно. Видно меня? Подключена? Вообще я подключена сейчас к вам. Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что мы в потоке. Итак, основная часть. Что самое важное в сетях? И я говорю это по-английски, я начинала с этого, да, что нужно чаще комментировать и ставить лайки. Перед тем, как делать что-то свое, очень важное и существенное, нужно пройтись по всей сети, по всем друзьям, по всем группам. И сначала сделать массу, это meaningful comments, потому что комментарии, которые имеют значение, все-таки смысл, несут смысловую нагрузку. Не достаточно писать хорошо, прекрасно, окей, класс, ставить сердечки там или гифки. Нет. Это так не работает. И это вам совет и для видео вашего, и для того, чтобы вы пользовались вообще в повседневной своей жизни в социальных сетях. Итак, только один совет. Только один. А он состоит из одного предложения. Вот я в Иерусалиме записывала последнее видео для вот этой программки своей How to play Facebook algorithm. И что я сказала, что Don't do posts so often to avoid competition between your own posts. То есть не делайте часто посты, потому что они будут вступать в конкуренцию чисто математика, да, друг с другом. Потому что чем чаще вы делаете пост, тем меньше у него будет вообще лайков и просмотров просто по определению. И вокруг этой фразы возникает целая передачка, понимаете, вокруг одной, какой-то одного совета. И это правило одного, и это самое современное правило вообще социальных сетей. И в общем-то это правило для усвоения любых новых знаний. Потому что всё в кучу, валить нельзя. Нужно, если ты сегодня хочешь теорему Пифагора, ты вот только теорему Пифагора. И то можно там разбивать. То есть, как много раз я говорила, там, simplify things, это гораздо, гораздо более трудный процесс дифференцирования, чем интегрирование. То есть, взбить всё в кучу, сделать что-то важное, в конце концов, малопонятное даже тебе, подглядывать в тетрадочку. Если вы заметили, я никогда во время эфиров, даже во время английских, ну, разве что, когда мы читали длинные тексты, мы никуда не смотрим. Мы смотрим только внутрь себя. Вы поверьте, всё, что вам нужно, есть внутри вас. Просто научиться технологично извлекать из себя, как из компьютера, эту информацию, по сути, вы отправили поисковый запрос. Так, как, значит, что сделать, чтобы по алгоритму там поднял мой рейтинг? И получили на него внутри себя ответ, потому что он точно у вас есть. Если у вас нет его, то вам нужно, по сути, ну, спросить у Ани, в нашем случае, в английском, да, три слова, или красивых, три ключевых слова, саму идею, да, кристаллизовать из своей собственной головы. И когда люди говорят, я не могу записать видео, когда нет задания, когда есть задания, это вообще, ну, ерунда, да, там всё написано, но я написала задание ко всем урокам, Аня проверила, все там рады, да, и всё, там у вас будет в порядке, просто делайте, делайте их. Там написано, что сделать, там есть опора на что-то, но у нас есть такие задания, когда сказано, сделайте по аналогии. Там люди вот как бы сыплются, я вижу, что просто, как доходит до этого, всё, всё, какой-то ступор, да, по аналогии, непонятно по аналогии. Что я советую? Нарисовать в своей голове картинку. Если вы нарисуете в своей голове картинку, она нарисуется в голове у вашего зрителя и слушателя. И, то есть, когда вы говорите там, what a beautiful dress you are wearing today, да, то дальше, ну, я не знаю, там можно сказать, что бы вы сказали, вы представляете этого человека, к которому вы говорите этот комплимент. И дальше вы представляете, там, вы говорите, I never stop amazing with your dresses, да, там, не знаю, там, вози меня в следующий раз, там, там, for shopping, да, вот, но это вот, когда камера, это становятся такие простые, простые вещи, которые очевидны, почему-то становятся неочевидными. Почему? Первое, вы не дышите, вы не вошли в правильное состояние. Второе, вам неинтересна тема. Если вам неинтересна тема, я, например, не смогла записать видео про омлет, просто, вот, мой позор, да, я ходила за яйцами, я сделала из этого экшн, я сделала из этого статью, но мне вот эти вот, не знаю, там, heat resistant spatula, там, или, не знаю, там, residual resistant, там, или еще, это самое, нет, residual heat, я даже сейчас точно вспомнить не могу, но я помню, конечно, но так, это немножко, не все. То есть, они все ускользают. Почему? Потому что я не готовлю яичницу, понимаете, я не люблю яйца. Не делайте то, что вы не хотите делать. Вот, знаете, говорят, если ты хочешь поразвлекаться, ориентируйся на себя, а если ты хочешь развлечь публику, точно ищи боль публики, и ориентируйся на нее. Я вам скажу, это работает оффлайн, очень классно. Это работает, когда есть целевая аудитория, с задачей конкретной, например, провести корпоративный тренинг, и там есть задачи, да, то есть, вы пишете по пунктам, а что, по акту, что вообще вы сделали. Когда это социальные сети, то здесь интересуют людей. А ваше состояние, а ваше состояние, камера считывает все, она вам все про вас расскажет, вы там здоровы, не здоровы, сейчас к здоровью. К здоровью это, я собиралась с этого начать, понимаете, но я не начала, значит, как пошло. Вот, камера показывает не просто ваши там физические какие-то достоинства, а камера показывает, в каком вы состоянии, да, потому что нельзя скрыть неуверенность в голосе, понимаете, нельзя притвориться, что вы знаете на 25-й фразе, когда у вас уже все съехало, да, уже вы не держите эту линию, нельзя сказать, что вы умеете, там, не знаю, завтра сдадите экзамен по устройству доминых печей, когда вы просто этим хвастаетесь, то на втором вопросе вы же сами посыпетесь, и вообще все будут смеяться, да, нельзя, то есть, то, что вы знаете, в английском как, у нас есть лексика, мы ее знаем, и мы просто ее применяем, подставляем в конструкцию, у нас есть облако слов, для любого языка, действительно, и у нас есть, как они связаны, но первое, это правильное состояние, без правильного состояния ничего не прозвучит, все, и не понравится прежде всего вам, и здесь я хочу сказать, как себя проверять, как себя, как себя контролировать, два способа есть, кардинально противоположных, первый, идти все время вперед, это мой путь, я такая, козерог, там это, полезем на гору, и вот я никогда не смотрю свой эфир, когда я смотрю эфиры старые, думаю, ну какая умная была там, что-то вообще такое, какие-то примеры сложные проводила, прям сама себе поражаюсь, ну редко я там заглянула, что-то вдруг мне надо, или где-то в ликбезе, да, там что-то я говорила, и допустим, сейчас изменился очень сильно алгоритм, я там посмотрю, как было раньше, да, что-то сравнить, просто для того, чтобы понять, и вот когда вы ничего о себе не думаете и можете отпустить, вы сделали, даже выложили, или в архив положили, и этого нет, этого нет, все, это все вот так закрываете двери, и просто новый день, новый час, новая секунда, это вообще новое видео, новая жизнь, и все новое, мой вариант, ну как могу, второй вариант, вы записали видео, дальше вы отправляете его кому-то, кого вы считаете референдной группой, ну или Ане английская, получаете обратную связь, ну с английским, там где языки, да, это же другое немножко, получаете обратную связь, это можно делать по-русски, любое видео на любую тему, вы что-то учите, по математике, допустим, вы там рисуете, почему синусоида, у вас не полукруги там, а эти самые вот такие вытянутые, такие волны, да, вот что она такая, вот рисуете, сами себе хотите понять, сами себе объясняете и отправляете там, Нелли Твак, ну Нелли Твак говорит, нет, там одна вторая, у тебя не на 30 градусах, на 45 градусах, а должна быть на 30, значит, ну-ка, почему это, и так далее, и в общем, ты там взрываешься и исправляешь. если вам некому, но первое, до того, как отправить кому-то, вы, это, это вообще ужасная вещь, слушайте, я этого никогда не делаю, я говорю, как классически, как американские стори, тейлеры учат, да, я очень много смотрела таких обучалок на английском, западных университетах, в том числе, и вот, вам, вам говорят, смотрите, первый раз только то, что вам понравилось, пишите три пункта, что вам понравилось в себе, полностью пропускаете критику, так же, как любые тексты, да, делаются полностью, там ноль критики, второе, смотрите, и выявляете одну ошибку, которая, ну вот в английском, мы про set goals, да, там делали, это когда там within your control, то есть, если вы можете это контролировать и исправить, то есть, ту ошибку, которую вы можете и хотите исправить, ну не знаю, там путаете, вы там, вот меня ребенок все время поправлял, я до сих пор, я вместо the говорю the, ну вот, что-то лезет из меня, у меня прикус плохой, и там, ну что-то оно у меня выскакивает, я даже не понимаю как, но это то, что в вашем, под вашим контролем находится, поймите, если вы в принципе там шепеляете сильно, или еще что-то у вас какие-то там, ну в общем, то, что неисправимо, да, бессмысленно себя ругать, да, ну делайте максимально хорошо в вашем случае, то есть, не сравнивая ни с каким идеальным образцом, но понятно, что надо слушать и сравнивать вот с Анной, но ваш мозг, если вы будете достаточно слушать и заниматься в Криокоде, он сам будет это слушать и сам будет вам это все выстраивать, вам вообще, кроме того, что кнопки нажимать и пытаться построить фразу, да, уже за Анной повторять не надо и на слух это укладывается само собой, но вот, как контролировать видео, вот вы переписали, второй раз, летом я писала видео для английского, ну, они рекламные, все-таки там не надо было ошибаться, я отправляла Ане снова и снова, и снова она вылавливала каких-то блог, например, он вместо ин, какие-то предлоги, да, какие-то артикли где-то, я определенный, не определенный артикль, особенно там, что-то с The Mountains, там я долго почему-то а не вот определенного артикля, ну что, я в школе ведь не учила английский, да, и там, то, что другим-то людям элементарно, они учебники там, школьные читали, я этих школьных учебников в глазах видела, во взрослом возрасте учила, и поэтому все, что кажется простым, для меня сложно, и я еще раз, еще раз, еще раз, ну, я вам скажу, что так раз 30, иногда 50, иногда до солнечного удара на пляже, ну, это я маньячка, фанатка, поэтому я там, что возьму, это на пляже от рассвета до заката формулы пишу, но это, это не важно, важно, чего вы хотите, вы чего хотите, какая у вас цель, вот ваша личная цель, не та целевая аудитория, которая это воспримет, не воспримет, понимаете, то, что интересно, все воспримут, вот, сейчас там эти новые китайские социальные сети, не будем их рекламировать, тикток, да, что там интересного, там же ужас ужасный, ну, по 15 минут, а-ля сторис, и все смешно, и все реагируют, потому что, в принципе, мне-то и не надо было делать ничего дополнительно смешным, потому что само по себе смешно, что тетка какая-то ползает по пляжу и доказывает какие-то теоремы, ну, просто сразу в дурдом надо забирать, ну, как бы меня не забирали, и поэтому мне не нужно было придумать никаких дополнительных фишек, если вам нужны какие-то фишки дополнительные, да, то просто, просто думайте их, думайте их специально, но не как сама цель, чтобы понравиться целевой аудитории, как находится целевая аудитория, вот, ну, в наших случаях, просто на наших проектах, да, английский, всю жизнь люди учат, не доучили, вот наша целевая аудитория, вот все человечество, которое не доучило, вы скажите мне, если я даже сегментирую, вот там, Ольга Парнал в Новой Зеландии, училась у Анны, получила работу, в Америке там предложение работать, и т.д., и т.п., да, если мы даже сегментируем, и запустим там таргетинговую рекламу, найти узкие аудитории, друзья мои, это тоже самое, как пальцы в небо, когда широкий охват, но поверьте мне, как это, бывшему работнику СМИ, да, я не говорю, что вот в женской группе надо про мужчин, да, или там наоборот, в мужской группе женщин ругайте, там еще чего-то, это, эти подстройки в вашей голове, они есть автоматические, для них, не нужно специально о них думать, потому что если вы об этом думаете, вы не потеряете волну, когда вам интересно, вот этот импульс, понимаете, я встала утром, я полностью игнорирую, хочется мне, не хочется, в каком я настроении, в каком я состоянии, просто нет меня, это то, с чего я начинала, вас просто нет в этом, есть такая, ну, хотите, там, из Станиславского, можете, какие-то образы, представления, да, там, не знаю кому, что нравится, из Чехова, да, но это все, когда вы представляете, что ваше, ваше я, там, да, ну, марионетка, это известное упражнение, да, ну, в общем, вы где-то находитесь вне своего тела, за пределами своего тела, и тогда оно вам не мешает, оно не колбасит, главное дышать правильно, если дыхание потеряли, как бы потеряли нить разговора, чтобы сами не выдержите, вот это долгое-долгое говорение, которое имеет смысл, понимаете, потому что мне нужно было нарисовать, и показать огромную окружность, да, там, и самой быть в кругу, ну, это такой прикол был, все это в ритуальные круги рисовала, мне нужно было выйти, холодильное, так только прилетело из Израиля, эти мелки я еле нашла, в общем, все одни препятствия, 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 если ты только подумаешь о том, что это очень трудно, а что тебя держит, то, что ты как-то вот, хочешь это сделать, чтобы это, когда оно сделано, тогда только это приносит удовольствие, это я подошла к самой главной части, понимаете, вот это вранье бесконечное, о том, что что-то должно быть легко, на каком-то ненормальном, неуменяемом позитиве, когда про меня говорят, что я позитивная, я вообще очень ржу, да, потому что вы не представите, как это все мне трудно, так же, как и вам, так же, как и каждому, все трудно, все, встать трудно, пить чай трудно, ничего, то не хочу, это не хочу, туда не поеду, приехала из Израиля с температурой 39, поперлась, как всегда, в эфир, вместо больницы, все вообще отлично у меня, вот, и сегодня еще я, это, имела счастье лечиться, это самолечением заниматься, я вам сейчас расскажу, это напоследок, давайте, задавайте свои вопросы, во-первых, напишите, о чем конкретно, вот когда Наталья Игоревна пишет, я хочу с вами презентации, это я говорила, я хочу в английском, это понятно, если вы просто хотите использовать, вот как, recording method, as it is, да, вот, просто видеозапись, это значит, вы берете какую-то фразу на английском, делаете подводку-отводку, да, так же, как я сказала по-русски, и внутри вы говорите эту фразу, например, подводка ваша будет такой, что я записываю вот эту фразу, там, для урока Анны Кантер, вот там, английский с чистого листа, а дальше вы говорите эту фразу, вот эту фразу, все по-английски говорите, конечно, и говорите, что там, не знаю, to be continued, продолжение следует, вот ваше идеальное, короткое, понятное учителю видео, если у вас там, ну не знаю, там 5 предложений, 5-10 слов, которые друг с другом связаны внутри, то это уже есть что проверять, это уже есть над чем работать, потому что там видно все, произношение ваше, отношения, интонации, там, не знаю, что там, ну интонация, это пауза, вот, ну в общем, весь спектр всего, знаете ли вы слова, понимаете ли вы то, о чем говорите, понимаете, вот во видео всегда видно, понимаете ли вы то, о чем говорите, или вы заучили, и это произносите, или вы, или вы вот вспоминаете, мне не понравилось, я очень замерзла в Иерусалиме, и я делала видео на английском, я там как притормознутая, потому что, и по-русски-то в холоде говорить, делайте себе комфорт вокруг, понимаете, ну, насколько это возможно, чтобы телу было тепло, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы вас, вот, в общем-то, так сильно ничего не раздражало, потому что, если кто-то в соседней комнате, там, ждет и говорит, надо выходить через три минуты, ну, иногда это подталкивает, а иногда это очень сильно мешает, потому что у вас, ну, совсем никакой свободы, да, такие там жесткие рамки, они, конечно, возможны, я радищик, да, я работала на радио много лет, и моя солдатская привычка никогда не опаздывает, всегда там, вот, все делать точно, все делать вовремя, это вообще ужасная привычка, но никаких видео без этого не бывает, потому что, если вам не понравился хвостик видео, конечно, лучше его отрезать, вот, загнать в iMovie, просто, элементарная программа, iMovie, я не знаю, кто не знает, там не пользуется, есть, иншот загнать, не знаю, какой-нибудь редактор, который у вас есть там на маке, или на, на везде, там, раньше была эта, как называлась, кинолента, что ли, Movie Maker, да, вот, просто отрежьте, отрежьте то, что вам не нравится, ну, не надо до фанатизма, да, переписывать до тех пор, пока там, каждый-каждый хвостик, потому что, может, он вам уже так опротивит к концу, что вы уже не захотите, по сути-то, ничего делать, ваша задача не просто это записать, ваша задача стать, в каком-то смысле, прорваться сквозь то, что вы считаете препятствием, когда вы прорываетесь, это, в общем, становится вашей волной, это главное, а не то, насколько идеально это сделано, статистика неутешительная, когда по-русски шли программы наши, по риторике, например, с Ниной Зверевой, то 30% курса присылали в видео, записывали, ну, там, учитель так, построже был, чем Аня, и, в общем-то, все было очень достаточно жестко структурировано, были дедлайны, да, и там вот как-то все старались, все там всю жизнь мечтали к Нине Зверевой попасть, и тут вот такой случай выдался, что все это она делала в проекте бесплатно, да, потом еще все в книге, там, ну, героини, в конце концов, попали в книжку, ну, все было интересно, как-то так обставлено, да, это месяц интенсивной работы, это был огромный процент, но в математике, сколько людей со мной начинали записывать видео, решать примеры, друзья мои, все умерли, группа растет, там, 17,5 тысяч, ну, умерли, не пишут видео, тяжело, а, вопрос себе задать, а что конкретно я хочу, хочу ли я, что конкретно мне это даст, и что конкретно будет со мной, куда это меня выведет, если я буду это делать, вот это очень важно, а в английском 2% это вообще стабильная статистика тех людей, которые записывают себя на видео, и это, конечно, неутешительная статистика, она мировая, я вам скажу, мировая, мировая статистика, это 2-3%, 3% это вообще максимально заоблачное число для образовательных проектов, когда люди дают обратную связь, целые лекции огромные в западных университетах посвящены тому, что вы ничего не получите, если вы не будете, ну, то есть, они от противного говорят, никто так вам на западе не скажет, что вы ничего не получите, конечно, они говорят так, если вы просто будете смотреть, это пассивное восприятие, ну, по сути, это для вас просто развлечение телевизор, вы никуда не двинетесь, не вырастите, если вы будете, ну, не знаю, там, пытаться повторять просто за кем-то, да, за Анной, или еще за каким-то преподавателем, просто копировать, это тоже вам даст небольшой эффект, это там, shadow method, тоже он называется, метод тени, да, то есть, вот этого отражателя, рефлектора, и если вы все-таки будете присылать видео, то это как раз вы там станете спикером, станете тем, станете этом, научитесь презентации делать, ну, в зависимости от того, там, какой курс ведут, и вот это вот и есть самое важное, вы наедине с камерой, вашим любимым собеседником, и вы наедине со своей целью, сравнивая себя только с собой, только с собой, если бы я сравнивала, вы поймите, я вообще рта не открыла, если бы я сравнивала себя, там, с опрой в инфре, или еще с кем-то, кто мне нравится, как говорит, да, ну, это очень смешно, да, человек там, native speaker, да, и я вот, там, делающая первые шаги в прямом эфире, там, всего, я по-английски, я сегодня говорю, ой, боже, у меня эфир на русском языке, как я счастлива, что я, это же стресс очень сильный, когда, все равно чужой язык, что там и говорить, когда ты не чувствуешь, что ты говоришь, это для меня ужасное пока, я сквозь это пробираюсь, я стараюсь, да, такое уже вот расщепить, там, все же Аня говорит, да не надо уже вот так туда закапываться, то есть мне надо все знать, почему, что, откуда взялось, зачем, чтобы понимать, чтобы себя понимать, не то, что я говорю, понимать, поймите, я на слух более-менее, думаю, адекватно воспринимаю, что говорят другие, ну, чаще всего, а вот, чтобы самой понимать то, что я несу, это, знаете, это еще работать мне и работать, поэтому я хочу услышать ваши вопросы, да, ваши вопросы, да, тут Аня, Аня, привет, Аня, я не знаю, ты досмотрела или нет, мы еще поговорим, так, делать вообще надо то, что нравится, только так можешь добиться успеха, если нравится процесс, ну, золотые слова, тут вообще не поспоришь, любовь Крашенинникова, столько у нее хороших учеников, запись будет, запись будет, она останется в этой группе, естественно, вы сможете посмотреть, посмотреть эту запись, вот, смотрите, самогуглить, да, я еще хочу все-таки остановиться, вот, то, что называется self-control, когда вы можете до преподавателя точно понять, что не так, на каком-то этапе, при определенном запасе слов, и когда вы уже вынули там пробки из ушей, я имею в виду иностранный язык, но русский тоже, вы можете сами контролировать, тем более у Анны все структурировано, можете сами контролировать то, что вы не так сказали, я бывает исправляю, я только сказала, да, и уже исправляю, вот не бойтесь прямо во время видео, вот вы только сказали, уже слышите что-то не то, попробуйте эту фразу переговорить, переделать прямо сейчас, прямо на месте, лучше вы потом перепишите, ну вот это, это такой встроенный детектор ошибок, когда вы сразу распознаете, ну такое свойство замечательное нашего мозга, такое Т9 встроенное, встроенное в мозг, и информационный запрос себе, самогуглить, ну, хорошо заданный вопрос, да, это там 50% успеха, как минимум, а я думаю, что и все 80% и прочее, и самые-самые, вопросы, которые вам кажутся глупыми, и вы их сформулировали, это самая большая ваша ценность, то есть это есть, вот те сокровища, несгораемые, которые никуда никогда от вас не денутся, вы, если даже забудете все, и будете помнить свои вопросы, восстановите все свои знания, исключительно по этому вопросу, вот, сейчас я хочу посмотреть, кто еще какие вопросы задавал, я очень прошу задавать вопросы и сформулировать для себя, что вы хотите, вот что вы хотите записать прямо завтра, что вы никак не можете записать, можно сделать это после эфира, я же здесь проживаю, в фейсбуке, поэтому можете спросить, это у меня всегда, да, что вы можете, что вы хотите сделать, вот, в английском, что вы не можете записать, через какую тему пробраться, Что вы не можете записать для себя, для души? Что у вас с камерой происходит? Почему на каком-то этапе вы начинаете записывать и бросаете? Что происходит? Потому что вот этот самоанализ это очень-очень важная вещь и она не страшная. Она не страшная. Только вы начнете говорить с этой камерой, с собой, как быть вне помещения, чем пользоваться. Пожалуйста, гарнитура, то есть эти наушники с микрофончиком. Вот тут так висит микрофончик. Там есть я с компьютера так делаю. Не стала делать скриншеринг, потому что это не живое получается. Дело несколько в группе. Мне не понравилось. Я думаю, так лучше с вами пообщаться. Вот. Вы делаете, вы надеваете наушники с микрофоном, чтобы когда ветер дует, да, это все просто не было слышно. Микрофон, но считается на нормальном расстоянии. Ну, где-то вот, чтобы он был на груди. Вот здесь, наверное, петличка. Если это вот здесь, вот как в телевизоре. Посмотрите, прям куда ее цепляют. Вот это классический случай, чтобы был звук хороший. Просто считается в стороне. Но если это сильный ветер, можете поднести близко. Тогда не нужно, ну, как-то чуть-чуть приглушить звук, чтобы, как когда вы по телефону говорите, да, что вы говорите, что орешь там по телефону. И вот как-то чуть повнятнее, да, говорить с большими паузами, чтобы просто успел звук проходить. И технически. Звук всегда задерживается, да, скорость света больше. Знаете, все прекрасно, да, сейчас скорость звука. Он всегда с задержкой идет. Просто мозг наш так устроен, что он этого как бы не замечает, игнорирует эту разницу. Да. Я как-то записала, Любовь Крашененко пишет, записала ролик вне помещения, разъезжала по парковке на самокате, рассуждая о том, как интересно заниматься тьюзерством в цифровой среде. Ну, отлично, потому что то, о чем вы думаете, то, о чем вы думаете, то является самым интересным. Ну, я не знаю, куда вы приладили мобильный телефон, но, например, вот я еще Наталье Егошиной продолжаю отвечать. Мобильный телефон не нужно держать в руках, если только вы такой неклассный стрелок, да, и у вас вот просто железно стоит рука, и мобильный телефон как ваше продолжение. И то это достаточно близко. Вот смотрите, я руку вытянула, ну вот тут моя рука заканчивается, а там еще у меня сантиметров 10-15 до телефона, да, это все равно длиннее. То есть это селфи-палка, чуть-чуть наклоненная верхняя панель, чтобы покрасивее всем хочется быть, чуть-чуть наклоненная верхняя панель к себе, немножко, небольшой совсем угол, там, ну, может, не знаю, там 5-7 градусов. Вот, а, ну, кто-то писал другое, это другое дело. Если у вас есть хоть куда-то поставить локоть, вот мы писали с Аней эфир в Мале, они приехали, друзья там живут, они возле Иерусалима. И мы вышли на такую смотровую площадку, где ничего не было. Что вы думаете, мы вот эту троллей, да, вот, которая у нас у Пеппы в магазине была, подвезли. Саша Розенжак поставил локоть на нее, то есть, ну, я ему поставила локоть для того, чтобы изображение было стабильным. У нас очень классная картинка получилась, и классное расстояние, и все. Хотя это низковато, конечно, надо было чуть-чуть повыше. Лишь вот уровень глаз, а камера у меня висит, ну, вот, просто вот, вот, вот на столичко над уровнем глаз, понимаете? Чуть-чуть-чуть повыше. Потому что, ну, вообще, взгляд снизу вверх на любого, даже на человека, на природу, на облака, советуют даже на облака в 15 минут в день смотреть. Просто вверх это взгляд, который выводит из депрессии даже. Ну, так, там, из легкой, конечно, не клинической. Это сам по себе позитивный взгляд. То есть, это сам по себе открытый позитивный взгляд. И если вы, в общем-то, любой мозг понимает, где эта камера находится, несмотря на то, что я туда не смотрю, да? Я смотрю, как я смотрю, меня много раз спрашивают, как я смотрю и не вижу. Я не вижу никакой картинки. Я это наблюдаю, я это учитываю, там, миллион параметров учитываю. Где свет, и сейчас телефон съезжает, там, у меня все время на полградуса каждую минуту. Я все это, мозг мой, фиксирует. Тем не менее, зрение как такового нет, оно расфокусировано. Расфокусированное – это как раз вот то состояние, когда нас всех учат, и мы 23 февраля собираемся на погружении, и там это будет все очень-очень серьезно проработано. То, как погружаться в правильное вообще творческое состояние, после которого возможно все, понимаете? Возможно все – говорить, писать, летать, что хочешь вообще возможно. Вот этот взгляд расфокусировано, часть вот состояния tensegrity, которая концентрированная деконцентрация. Я очень собрана внутри, но в то же время расслаблена. Ну вот так человек умеет, так он приспособлен. Для этого очень много существует образов представления. Некоторые представляют себя только какой-то огромной головой, внутри с воздухом. Но чаще всего это диссоциация с телом, и это полное, нельзя сказать, отрешение. Сейчас скажу, что это какая-то сектор религиозная. Нет, это просто отказ от обыденного состояния сознания. И это делается сознательно, друзья мои. В рабочее состояние возможно войти, что бы с вами ни происходило. Ну, конечно, мы не берем крайние тяжелые случаи в жизни, да, там, после аварии, еще что-нибудь, когда что-то прям совсем случилось, и там уже медики чеководят. Ну, если вы просто там немножко психнуты и немножко расстроены, это вообще ничего. Вы видели наше 100 эфиров с Анной, вы видите меня все время в эфире. Я не живу, там, жизнью царицы, да, я сама все делаю, дети у меня и все прочее. Тем не менее, эфир, включили кнопку, вошли в рабочее состояние. Так, Наталья Якушина спрашивает, у меня рождается идея для записи, я придумываю историю. Но когда доходит до записи, понимаю, что по-английски, так, сейчас, секундочку, по-английски все правильно сказать не смогу. Это тормозит. Например, придумала мне тему балета и как я готовлю мое любимое пирожное Павлова, но так записать не решилась, как себя уговорить. А смотрите, да, договариваться с мозгом действительно надо. Ну, вот с мозгом для того, чтобы с ним договариваться, так же, как и с камерой договариваться. Важно мысленно прорепетировать на этапе таком обучения языкам. Мой опыт, да, я не навязываю и, может, для кого-то он покажется не универсальным, но мне он показался универсальным, потому что я вам приводила пример, как я пишу про алгоритмы, да. Что сегодня я только говорю, например, там, don't post too often, да. Вот, если у меня есть эта фраза, пару-тройку я на неё навяжу, да, там, почему, там, ещё и прочее, да. Но она у меня как бы готова, отрепетирована в голове. А потом интонации за собой тащат предложения. То есть, если вы правильно, вот там, это целые темы про интонации, они, если вы вот начинаете вот правильно интонировать вот с этим понижающим в голове предложения, следующее строится как бы вот сама уже по себе. Это как тоже в русском языке, когда ты говоришь, правильные интонации, они тебе успевают подгружаться, потому что они успевают сквозь паузы. Главное, не напряжно и не вспоминать, что вы хотите сказать. Вот, а это трудный момент. Не вспоминать, а строить их, да. Но базовая фраза, правильная фраза, чтобы для уверенности. А у вас их там всего две, я так поняла, вот в этой теме, да. Вот там, пирожные там всякие там... ... и прочее. Вот, слышно меня? Сейчас отключалось, что-то ненадолго. Я говорю, что там ключевые слова у вас все известны, да. И должно быть, вот эти две темы, Наталья, две ключевые фразы. Ключевые фразы про пирожные. Ну, то есть, даже одна, скажем так, одна. Как это связано... Вот сейчас я себя чувствую с выпускающим редактором. Как это связано... Как пирожные связаны с балетом? Вот, что там, главное, вот это объединяющая вещь. У вас должно быть такое одно предложение, в котором вы уверены, что вы правильно, правильно говорите. А вокруг я больше, чем уверена, что вы все скажете, что, не знаю, там, это вы к уроку, и вот вы решили объединить эту тему две, и вот там дальше, вот эта ключевая фраза, и потом завершайте. То есть, не нужно от себя требовать очень многого. И Аня все время нам говорит, не надо от себя вот ждать, не надо все время себя терроризировать, насиловать тем, что вы должны быть вот каким-то идеальным, и вот все у вас должно получиться правильно и сразу. Нет. Начните говорить, оно может пойдет, когда вы от себя ничего не ждете, и оно точно пойдет. Когда вы говорите, сейчас я запишу, но у меня так съестница не получилась, ну, слушайте, ну, я там еще тема очень ненавистная для меня. Печку, я как возле печки там разложила, эту камеру, все, я уже в ужасе была. Это же, вы представляете, ну, меня из моего пространства, из моей головы взяли и вытащили на плиту буквально жарить. Ну, меня саму жарить, понимаете, как это, черты на сковородке жарят, это у меня другого даже образа мне на ум не приходит. Это, для меня это вообще ужас ужасный, я не смогла это преодолеть никакими силами, ни хорошо выученной лексикой, ни все, потому что я 10 минут говорила, я действительно говорила, там очень мало ошибок. Ну, это просто отвратительно. Слушайте, это слушать невозможно. Можно со скуки умереть, или повисеться, или подумать, ну, что ж это, это человека тут раскаленными углями вообще пытают, и она тут говорит под пытками что-то. Это все, все сразу чувствуется. Поэтому свяжите это одной фразой, как это связано, точно это помните, а начало и конец должны быть очень легкими, и очень то, что вам сказать просто. Если вы помните лексику, то я вас уверяю, что вот перед этой фразой, и после этой ключевой фразы, вы обязательно скажете еще что-то из той лексикой, с которой вы задумали. Но вот в голове он прям такой, знаете, как мысленная репетиция, то есть ты говоришь, ну, сейчас я скажу вот это, я-то так, ну, детей учила тоже, да, вот с собой играйте, да, играйте, легко освоить. Ну, сейчас я вот, значит, там, скажу вот, что это похоже на балет, а потом я скажу вот это, потом я скажу вот это, и как-то, ну, можете по-английски, это по-английски, нет, пока по-русски там в голове воспроизводите. Это не важно, но оно сложится, вы должны это поварить, походить с этим, ну, самой повариться, да, и походить, а не говорить, сейчас я встану, запишу, а утром встали, не записали, не, это вообще, так нельзя, так ничего не запишешь. Надо даже обманывать свой мозг, все советуют сейчас, потому что он же, с ним надо как-то договориться, там, уговорить его, всё как человека, как и камеру, да, сказать, я ничего делать не буду, сделай это потом, сегодня об этом думать не буду, сегодня это, и тут вы понимаете, именно в этот момент, значит, всё тут и камера как-то под рукой оказалась, и это, не загадывайте, а то, что загадано, всё-таки, ну, когда я говорю, ой, как это легко, ну, друзья мои, я рыдала, крокодилем сезами, когда училась делать прямые эфиры, даже такие, потому что я не верила, всё дело в том, что веришь ты себе или нет, я не верила, что мне есть о чём, так долго говорить, увлечённо, и потом, я так много думала о себе, что, это просто был ужас, ужасный, невозможно, голова не может держать всё сразу, не надо думать о себе, вот первое, уберите себя, уберите себя из кадра, из мыслей, из всего, у вас есть идея, попробуйте выразить, попробуйте выразить, так не получается, значит, у вас ещё есть 25 вариантов, не получается, а не наговорите, она скажет, что там, чуть-чуть подправит, у вас вдохновение появится, ну, просто включите мессенджер, включите эту кнопку, запись, а не всем отвечает, скажите, я вот это вот хочу сказать, или вот так вот сказать, Ань, правильно или нет, ну, вот как я мучаю её всё время, ну, и всё, и человек никогда в жизни не откажет, она будет, она очень рада, она очень довольна всегда, что люди хотят обратную связь, и всем-всем абсолютно, без исключения, помогает, тем более, друзья мои, как там, хочется, ну, хочется лучшего, хочется большего, но, мы не знаем, что происходит с людьми, которые пришли на курс, потому что они не присылают видео, ну, просто у нас нет обратной связи, вот, и тот, кто не присылает, тот, кто присылает, с кем произошли, там, вот тут Анна Закс, Юлия Захир, с кем произошли, да, метаморфозы, просто, вот там, Людмила Панова, вот, как они пришли, даже с базой, с этим, ну, как там все путалось, и все, и как сейчас, все-таки приятно уже слушать людей, я надеюсь, и меня чуть-чуть приятнее стало слушать, хотя там до совершенства еще очень много трудиться, но я вообще не парюсь, поймите, год, там, два, в пределах, мне же не и той, завтра сдавать, ну, точно так же, как и вам, вот, вопросы еще есть? Да-да-да, ну, понятно, что Любовь, она очень занята, да, и там дослушает потом, я надеюсь, да, и вот комплимент нам сделала, что спасибо за интересную беседу, не часто так бывает, да, начните с результата, кстати, Любовь Крашенинникова Наталье тоже посоветовала, это как, помните, мы, у нас была тема про setting goals, да, и там она говорила, что сначала, вот, вам может казаться, что вы хотите там денег больше заработать, а реально вы хотите чувство безопасности, то есть, для себя найти то объяснение, да, вот вы хотите красиво, не знаю там, красиво это сказать, это достаточная мотивация для того, чтобы это делать, поверьте, для мозга даже, просто красиво хотите сказать, а все остальное, вот не думайте так напряжно, и над парой фраз этих ключевых, ну, так попробуйте, не знаю, может быть, я надеюсь, что получится, да, пирожное Павлова, то пирожное Павлова, мы бы с удовольствием попробовали, и посмотрели бы, если вы это покажете, да, то есть, тем более, как, если вы готовите, вы хотите соединить, прям, этот наш омлет, ну, всегда за большие идеи, всегда за то, чтобы человек перед собой что-то такое ставил, куда стоит идти, да, но это учебная ситуация, это процесс, и никакой трагедии не случится, если вот это видео разобьется на три маленьких пока что, а потом соединиться, я надеюсь, что я ответила на вопрос, по крайней мере, я старалась, вот, Нина, вот вопросы, Нина занимается туризмом, и ей нужно, да, ей нужно писать видео, для того, чтобы завлекать туристов, и все это, принципы все абсолютно такие же, кстати, Аленка Курьян из Италии, вот она пишет такие видео, вы подходите, видите один объект, там, я не знаю, какой-то камень знаменитый еще, знаете одну фразу о нем, или посмотрели сейчас в интернете, и все у вас готово видео, вообще ничего не надо, вот, я, давайте пример, я приехала на фестиваль змеев воздушных, не приехала, что я приехала, я на пляж пошла, там фестиваль змеев, значит, я ничего не знаю, что здесь происходит, я все равно запускала в детстве змеи, змеев, и, и открываю интернет, читаю название, что-то, ну это журналистская, конечно, читаю название, и, там, кто устроил, тоже не обязательно, что еще важно, да, мне же какая-то история такая ощутимая, чтобы, ну, чтобы людям понравилось, да, и я читаю про изобретение змеев, одно предложение, и у меня готов эфир, понимаете, тут же нажимаю кнопку, пока еще, кстати, кратковременная память работает, это тоже такая, знаете, это, тоже такая фишка журналистская, чтобы, да, эта идея, как балет и еда, ну, ну, классно, тем более вы ее носите, она созрела, и вы обязательно запишите, не думайте над тем, чтобы это получилось хорошо, и все, отпустите себя, запишите, раз, покажете Ане, никому не показывайте, перепишите пару раз, и будет вообще perfect, вот, да, 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 Наталья, я ответила, очень рада, потому что я хочу всегда, чтобы все было практично, у нас после всех моих, вот, тренингов, я хочу очень лучше, похвастаться, да, после, после, ликбеза, виртуальных коммуникаций, всегда были задания, и всегда люди шли, и люди преодолевали страх, и выходили в прямые эфиры, очень-очень много людей, которые через год, через два, они мне пишут, чего они добились, благодаря тому, что они послушали этот мой курс, это такой маркетинг без маркетинга, СММ без СММ, журналистика без журналистики, ничего, только то, что практически работает, что можно вот прям взять камеру, записать, и с... делать, хоть прямой эфир, хоть видеоэфиры, да, и как только вы извлечете из этой конструкции непомерно раздутая... да, уже все разбежались, но неважно, я расскажу, потому что кто-то послушает записи, и кому-то будет не лень. Всегда происходит что-то перед прямыми эфирами, всегда что-то случается, я там целую речь израиля на свой день рождения толкала, кто хочет, у меня на стене посмотрите, там последнее видео, мы с Аней в ресторане, я долго держала 6 минут бокал, Саш снимал, все, вы знаете, то змея укусила, то свет погас, то там... то бомбят, то еще все время что-то происходит. Ничего спокойного, то Аня в больнице была, мы оттуда выходили, то вообще просто не соединяло, да, это летом вообще были страшные чудеса. Так вот сегодня, я вообще не знала, как я попаду в эфир, почему? Я простыла после Израиля, здесь, в Москве, все равно зима, хоть и дождливая, и решила сегодня вылечиться от всех болезней. Нашла мать с пчелиным ядом, капсикам, не реклама, и намазалась. А потом забыла, что вот этот пчелиный яд при взаимодействии с водой дает прекрасный эффект, ну, приблизительно такой легкий ожог кожи. Я просто пошла и умылась вот этими руками, которыми намазалась так жирно капсикам. Такая как красная, я не была даже, когда я вот чем, сутки на солнце лежала, случайно засыпала, бывала я на солнце. Но, ну, там помоложе было, правда. И, и вы не представляете, я это не проходила до самого эфира, я мазалась всеми маслами и всем на свете. И вот эта история, это простая история. Если это любует, каждый день у вас есть такие истории, какие-нибудь глупые, смешные, это в тренде, понимаете. Ее можно рассказать за 15 секунд. А людям, что им надо? Они хотят вас узнавать, чтобы вы стали им родственниками, в фейсбуке, чтобы они вам верили, они должны вас видеть и узнавать. Рассказывайте им там все, что, чтобы вы рассказали подружке по телефону. Это очень простой прием. Если вы кому-то хотите рассказать, я с этого начинала, если у вас есть потребность, но если вы сами смеетесь над тем, что произошло, вот тут у меня тоже произошло, электрик пришел, вывернул мне все провода, и я говорю, это мне для того, чтобы дома всегда были темы, о чем написать. Вот, и сказал, что с меня 5000, за то, что он сделал диагностику, а иначе он не закрутит это все назад, эти лампочки. Ну, естественно, меня распирало кому-нибудь тут же пожаловаться, но я могу нажать кнопку камеры, рассказать это в эфире, и люди вам напишут тысячи историй про электриков и сантехников. Это все с вами ежесекундно. Кто хочет реально научиться синхронизировать жизнь, виртуальную, реальную, ну, это тогда уже на консультации, сайт кичиджан.ком. Ну, собственно, спасибо большое, что пришли, спасибо, что хотите двигаться, понимаете, хотите быть в тренде, расти в своих глазах, глазах окружающих, и на самом деле вот эти преодоления дают удовольствие, кайф дают преодоление. То, что вы сфрустрируете эти мысли неправильные, которые, и развиваете то, что, вот смотрите, вы поставили камеру, и больше у вас так внимание сюда направлено, вы не можете больше думать, там о сенокосии, о вине, вообще о том, что плохо или что хорошо, даже не строить какие-то воздушные замки. Вы находитесь в моменте, здесь и сейчас, это самое важное, ничего нет больше. Вот здесь сейчас мы с вами разговариваем, а больше ничего нет в это время. Итак, вот это дает вам запись на видео и прямые эфиры. Ну, увидимся. Пока-пока, ближайшая встреча 23 февраля в Израиле, на две она разбита, кто бы меня просили сказать, просто анонс внятно, одна часть, там про любовь, создаем пространство любви, это tensegrity в чистом виде, это когда вы выходите в такое состояние, когда всё, вы можете начать любое новое дело, это просто умение погружаться в это состояние, не только для английского, а для чего угодно, но для любых проектов, для любых дел. и, конечно, будет английский, традиционно, как у нас уже сложилось и проходят наше погружение с Анной Кантер 10 дней. В Израиле группой руководит благодарно, что Юля, она едет, и она так как-то умело всё координирует, Юля Захир, вы все её знаете, к ней обращайтесь, но если там её не найдёте, то ко мне или к Саше, или к Ане, Аня тоже, не бойтесь обращаться к Ане непосредственно, спрашивайте про английский, спрашивайте про то, что будет у Анны, она всё в курсе того, чего и мы. Да. Ну что, будем прощаться, да? Да. Да-да-да, здоровье, да, за здоровье спасибо, но это, конечно, очень смешно, но помните, что у меня 39 температуры была, я отказалась от эфира, такой никогда не было, я не отказываюсь от эфиров, даже когда змеи мимо ползают, я считаю, что это последнее дело, отказываться от эфира. Да, спасибо за лайки, спасибо, что смотрели, надеюсь, вам было хоть немножко интересно, и надеюсь, что будет полезно, для меня будет бальзамом на душу, если вы, ну, что-то сделаете после эфира, да, вот запишите видео, поставьте его сюда в группу, поставите там, в английскую группу, или отправите Ане, или к вам, вам придёт идея какого-то проекта, и вы сделаете серию, очень-очень, сейчас очень модно, делать серии, интернет-сериал, да, вы делаете сторис, 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 каждый понедельник по 15 секунд, и у вас всё, налаживается у вас, ваша лояльная аудитория, собирается, вообще вас любят, ценят, ждут, и не только лайки появляются, но и клиенты, всё, пока-пока, всех целую, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,